Приветствую вас. Я в данном конкретном случае, пожалуй, избегу чтения вопроса, потому что, мне кажется, это может быть не совсем корректно. Просто скажу о том, что вопрос посвящен обидам. Вопрос, молодой человек, автор, вопрос обижается на неё, когда папа позволяет себе по мнению её молодого человека не заботиться о его здоровье. То есть, например, молодой человек курит, сейчас он бросил курить, но говорит, что держится ради неё. Да? И хочет, чтобы та его контролировала, хочет, чтобы та его ругала. Вот. Соответственно, если у него, я так понимал, не получается сдержаться, и он всё-таки покурил. Вот. На что автор вопроса говорит о том, что, ну, ты мужчина, и если что-то делаешь, то, как бы, бери за это ответственно. Говорит она. То есть, по истинными словами, если, если куришь, кури, да, просто вот, как бы, в таком случае, да, просто, ну, не будем целоваться. И всё. Вот. Как говорит автор вопрос. И на это, собственно, молодой человек обижается, вот, говоря о том, что та не заботится о его здоровье. Вот. Вот, собственно, такой вопрос. И вот, как бы, что делать, спрашивает, собственно, автор вопроса, автор вопроса, что делать. Что хочется сказать автору? Ну, наверное, в первую очередь, то, что любая обида есть манипуляция. Вот. Любая абсолютная обида есть манипуляция. И то, что делает ваш молодой человек, он, по большому счёту, пытается вами манипулировать. Что бы, как бы, ну, получить, может быть, что-то вот, ну, для себя. Да, 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 да. То есть, что-то, чего ему не хватает. Например, он, там, теоретически хочет снять с себя ответственность, да, то есть, он её, ну, например, он её боится, да, допустим, ну, ответственность боится. Ну, молодой человек. Вот. И, значит, испытывая вот страх перед ответственностью, он ищет возможность от неё как-то вот уйти, как-то вот от неё сбежать, вот, и использует для этого вот такой способ. Способ, конечно, не самый лучший, но тем не менее. То есть здесь что важно? Здесь важно то, как вы реагируете на его обиды. То есть практически всегда, практически всегда. А беда вызывает к чувству вины. И если вы чувствуете себя виноваты в этой ситуации, допустим, то вот вам уже хорошее основание для того, чтобы посмотреть, откуда чувство вины появляется. То есть в данном случае, как правило, чувство вины связано с нарушением личных границ. То есть если вы чувствуете вину, то ваши личные границы нарушатся. А именно вы сами позволяете молодому человеку их нарушать. Как делаете то, чего вы делать не хотите. Поступаете так, как поступать вы не хотите. Понимаете, да? Вот это и является сутью вашей проблемы. То есть иными словами, иными словами, что происходит, да? Молодой человек вас выражает своими какими-то представлениями, какими-то своими мыслями, какими-то своими желаниями, фантазиями. Вот. А вы, как бы, к этому относитесь вот таким образом, да, не особо к себе прислушиваясь. То есть вроде бы вы и пытаетесь к себе прислушиваться, да? То есть вроде бы вы говорите, что ну хочешь, кури, да? Мы просто не будем с тобой общаться, целоваться и всё. То есть вроде бы это вот такая довольно разумная позиция с одной стороны, с одной стороны. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, несмотря на разумность этой базис, вы как-то реагируете, да, на то, что... Ну как бы вот на то, что человек на человек на вас обижается, ну вот таким образом мягко говоря, не самый будущий. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, лучшим способом, так скажем, реагировать на обиды человека, это проявлять свои чувства. То есть, как бы, реагировать так, что вам неприятно, или реагировать так, что вы, там, допустим, ну, допустим, ощущаете, что он ведёт себя, там, как-то несерьёзно, да, и так далее. То есть, ну, какие-то свои ощущения в данном случае выражать. Это было бы для вас более конструктивно. Ну, и само собой, разумеется, чувство вины предполагает, как бы, ощущение, что вы делаете сами что-то не так. Вот, и если вы чувствуете, что вы делаете что-то не так, к этому тоже очень серьёзно нужно отнестись. Дело в том, что с одной стороны вы можете подавлять злость. То есть, когда вы, грубо говоря, подавляете злость или, вот, условно, то, что вам не нравится, да, то, что вам не нравится, например, это обращается внутрь вас, допустим, и, ну, выходит, протекает в виде вины в данном случае, что, что вряд ли, как, как бы, идёт, идёт вам на пользу. Поэтому, вот, очень важно, чтобы, чтобы вы, ну, смотрели, отслеживали вот это вот свое состояние, да, свои, свои вот, грубо говоря, чувства, вот. И дальше, ну, как бы, с этим уже что-то делали, то есть, как-то это выражали. Понимаете, да, как бы, какая штука. Вот, я думаю, что, такая вот история. Давайте ещё посмотрим, что вы спрашиваете, значит, не первый раз столкнулись с этим, спрашиваете вы, значит, как правильно реагировать на это. Ну, вот здесь тоже достаточно такой интересный момент, вот, интересный момент. А, значит, что значит правильно? То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, да? Как понять правильно? Правильно это, вот, правильно это как? Ну, вообще. То есть, что, что есть правильно? А как правильно? Неправильно. А как неправильно? Понимаете, да? То есть, это вопрос, на мой взгляд, больше дефиниции. Вот, это вопрос больше дефиниции, если вы понимаете, конечно, что я имею в виду. То есть, что такое вопрос дефиниции? На прозрачное чтение, по сути. Вот. То есть, кто как понимает правильно, кто как считает правильно, кто что считает правильно. На мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно понимать то, что вы, что вы уже как-то вот реагируете. Вам нужно понимать, что вы уже к этому как-то относитесь и, соответственно, раз вы уже как-то как-то относитесь. Ну, относитесь, что самое лучшее, что вы можете сделать, это вырезать, вот, отношения, которые у вас есть. Вот. Это самое лучшее, что вы можете сделать, на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере. Вот. Вот. То есть, было вполне в ваших, как мне кажется, силах. Вот. 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 Примерно. Какой-то. Такой. Эм. Ответ. Я, я могу, могу вам предоставить. Могу вам дать. И всё. Эм. 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 В целом. Эм. Я бы предложил. Эм. Рассмотреть. Эм. 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 для вас, так скажем, более четко обозначать свои личные границы от того, что вы делать не будете, но еще есть один достаточно важный, как мне кажется, аспект, связанный вот с чем. Если вы, например, что-то требуете от человека, если вы чего-то ждете от мужчины и так далее, постарайтесь убедиться в том, что он может это дать, потому что вполне может быть, что мужчина не может дать того, чего вы хотите, например, не может вести себя, скажем, более ответственно и так далее. Вот не потому, что он там какой-то плохой, не хочет этого делать, а просто потому, что он от силы ряда причин этого не может. Ну вот просто человек, человек просто не может. Вот. Например, если он недостаточно зрелый. Я имею в виду недостаточно зрелый, он психологический. Вот. Понимаете, да? В чем, как бы здесь, штука заключается, важно, важно, достаточно. Вот. И ваши требования, ну, к мужчинам, не должны его травмировать. То есть не должны, ну, как бы, ну, загонять, загонять его в определенную ловушку, так скажем. Поэтому старайтесь к человеку предъявлять такие требования, которые он, ну, на самом деле, может выполнить, а не такие требования выполнить, которые ему не по силам. Вообще, самой будет легче. То есть вот, говоря, к примеру, об ответственности, убедитесь, что вашего молодого человека на этот ответ, например, не тяготит. Хе. Это очень важно, что вы в этом убедились. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok